СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЕ КОГДА ВОЗМОЖНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЕ ДЕСЬВИТИТЬНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЕ ДЕСЬВИТИЛЬНОСТЬ ДЕСЬВИТИЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ЖИВОТНОЕ ИЛИ ЕСТЬ КАКИЕ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИЛИ РАЗСЕНИЕ ЖИВОТНОЕ А ДАЛЬШЕ КАКОЕ ЖИВОТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ КРУДЯЩЕЕСЯ ГОВОРЯЩЕ ГОВОРЯЩЕ РАЗУМНОЕ Но это только человек так определяется А СУЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА Если я говорю вот как вы определяете Это бытие человека А СУЧНОСТЬ А СУЧНОСТЬ что значит? Ну вот именно его отличительная характеристика Отличительная характеристика это как раз определенность Это самая очень простая категория То есть та, которая если угрожит человека Он перестанет быть человеком Так что если он умрет так и не будет То есть он кушать не будет То есть главная характеристика человека это то что он ест Потому что если он не будет есть он умрет Логично так получается? Я применяю то что вы сказали СУЧНОСТЬ не так А вообще СУЧНОСТЬ что это такое в диалекте? Вот я вот на вас смотрю это вот Вы есть некое бытие правильно? Вот Иногда кажется что человек там Какой-то непонятный, не ядный А СУЧНОСТЬ? А СУЧНОСТЬ у него ясная, понятная, глубокая и чистая СУЧНОСТЬ это какая категория? Категория внешнего обзора или категория как раз углубление внутрь? Вглубление внутрь Вот сущность человека Что животное у него сущность или нет? Нет Нет, то есть она уже у него не животное Сущность, это у него вот Убитство это животное конечно, это бытие его Он как на личное бытие Человек это животное, а сущность у него Социальное Социальное То есть вот вы принадлежите не просто Вы сейчас животное, как все животные И как и я, и как другой товарищ, который здесь присутствует Мы все смертные и конечные А по сущности своей А сущность у вас уж общественная То есть по своей общественной сущности Вывод вечный и бесконечный Правильно? Почему? Так что вот сам ваш статус аспиранта Это кто такой? Человек, который должен продвинуть науку вперед Правильно? Чудовый аспирант Если это выпускник, он что? Его задача какая? Выучиться Вот знания, которые добыло человечество усвоить И применять их в практике И вот, так сказать, им это заниматься Вот, будет он при этом Его, конечно, право у него никто не отбирает Заняться, так сказать, научной деятельностью И продвинуть там человека Но он в общей области практической И он должен применить эти знания А когда мы говорим об аспиранте Аспирант Это человек, который, ну по крайней мере претендует И не просто претендует И оформлен уже как претендующий И оформлен уже, которому задание такое дано Он должен Решить то, что не знает никто, как решить Правильно? Почему? Потому что Что такое новизна? Вот вы прочитали Первое требование к диссертации Новизна Как можно про то, что является абсолютно новым От вас требуется именно вот это Сказать, а что нужно сделать, чтобы получить абсолютно новым Вот поэтому берут молодых людей Кидают их в море и океан Вот И это дает, и это дает И разные там со всех сторон И в этом смысле и бой курс тоже может быть Только таким вспомогательным средством Но У вас Перед вами стоит задача Вы должны продвинуть В той области, которую вы выбрали Человечество вперед Почему человечество? Ну потому что от вас требуется новизна То есть никто в мире И это не сделал Вот Хотя Нас все время приучали Что надо быть скромным человеком Но И поскольку речь идет о диссертации Тут Это надо оставить в стороне Потому что вы должны отдавать себе отсчет в том Если вы ничего не сделали Не шуйтесь со своей диссертацией Если вы не продвинули науку вперед А если не сделали Так ну и расскажите, что тут нового по сравнению с тем, что было А не просто Я человек скромный Я буду молчать Ну молчите, да Не приходите на защиту Или Если вы пришли на защиту Так если вы что-то сделали То тоже Некоторые вот страдают во время защиты А что тут страдать Так сказать Если вы что-то сделали Примут вас Утвердят Не утвердят Это десятое дело Если вы в науку внесли вклад И это Причем Прежде чем вы пойдете на защиту Надо, чтобы это было опубликовано А как наука развивается? Кто-нибудь потом вспоминает Где в какой диссертации было? Нет В науке Идет все по публикациям Правильно? Вот тогда-то был такой-то ученый Он сделал такое-то открытие И опубликовал там-то Или после него опубликовали А он вообще, так сказать, не пытался никаких Поэтому Если вы начнете рассматривать историю науки Но она никак не представляется Как история защиты диссертации И наоборот И наоборот Люди, которые защищали всякие диссертации Очень часто никакого, так сказать, большого значения в науке не играют Ну, потому что это другой, так сказать, подход Это попытка, так сказать, с формальной стороны Там зафиксировать, как-то сделать Но наука Она развивается Независимо от этих ученых советов И от тех же положений Потому что Что-то в науке Потом, значит, выяснится, что это очень важно А что-то для науки окажется второстепенно Независимо от того, что, какой совет, когда и как решал И чего, как посылали И что говорил После этого вак И так далее Вот Поэтому Очень важно Ну вот В этом плане То есть Сам статус аспиранта Это статус человека, который призван Так вот, скажем Обязан Тут не скажешь Как вы можете обязать человека Обязать Делать Поэтому от вас, так сказать Как бы ожидается диссертация Но стребовать-то нельзя Нельзя наказывать человека за то, что он Не сделал открытие в науке Вы не сделали открытие Наказан Накажем То есть Тут получается Что человек Может быть Вот после аспирантуру Некоторые не сразу защищают Некоторые раньше защищают Некоторые позже защищают Или Опять-таки Для истории человечества И для истории науки Будете его защищать Раньше или позже Ну как-то не имеет значения Я вот докторскую защищал Можно сказать В общей сложности 11 лет То есть Три раза я защищал И можно считать Четыре Если считать Перезащиту в институте философии У кого это вот волнуется Ну кроме там Меня это тоже не особенно волновало Потому что я вот У меня было что я это вот Отставил доказывал Объяснял Продвигал Усовершенствовал И так далее Ну и это нормально Если люди приходят С тобой обсуждают Там в такой форме Как ученый совет Попробуй так Соберись Чтобы вот сидели и слушали вас А тут заставляют Ученый совет сидеть И вас слушать Соберут столько профессоров Это же хорошо А так Как вы их заставите Вот вы поймите Будете их ловить за рука в каждом Можно послушать Он послушает вас 5-7 минут И убежит А тут он Тоже сидеть Его обязали Это его обязанности И так далее Вот Значит То есть Мы различаем Конечно Становление То есть Расстановление бытие И сущность Ну а Поскольку Мы говорим о становлении И вы Я предупреждал Что у нас Ход движения какой-то От простого к сложному Поэтому Становление никак нельзя Рассказывать Как что-то очень сложное Это раз Во-вторых У вас лекция постановления Уже была Не посмотрели ее? А Еще не посмотрели Она не попала Еще Да То есть Становление Более простая категория Становление Есть Если говорить Что это такое Это Движение И исчезновение Бытия в ничто А ничто Бытие И все Вот Так сказать Ее определение Очень простое Движение И исчезновение Бытия в ничто А ничто в бытие Ну если это применять К вам не буду А то скажет Что такие нехорошие вещи Ну вот я скажем Сейчас Нахожусь В каком положении То есть Я во-первых Продолжаю развивать Какие-то свои идеи Выступаю Там Преподаю И прочее Это Движение Это Бытие Так То есть Ничто Переходит в бытие Ну вы же понимаете Не только я старею Но и вы и стареете Вот за эти полтора часа Которая у нас Будет Лекция Значит вы постареете На полтора часа А не только я Так это движение куда? От бытия Ничто Ничто Бытие Презвращается в ничто И это не так Что отдельные два процесса Что вот есть Отдельное Значит Движение такое Которое Представляет собой Переход ничто В бытие Хотя оно называется Специально есть название Возникновение Тут возникают Какие-то новые идеи Новые формы Новые Строятся Какие-то Концепции Решения и так далее Мысли новые Возникают хотя бы И Прихождение Все Приходящее Все что Было создано Оно Приходящее Это создано все Приходящее Вот то что можно назвать Бытием А не все назовешь Мысль например она Выше чем Простой бытие И поэтому Она Неприходящая Задача аспирантов Сделать то что Неприходящее Аспирантов уже нет Уже нету доктора И нету академика А иди его Нету Цицерона На его лекции Три трактата Об ораторском искусстве Там пожалуйста Их можно по ним Изучать Ораторское искусство И лучше всего по ним Изучать Потому что это было Такое время Когда от того как Человек выступит Вот вы будете Готовиться к защите Вот Значит Если вы будете Читать Какие-нибудь книжки Об ораторском искусстве Современных авторов Так они Ничем не Эти авторы не выделились Ничем не известны Где они выступили И как На что повлияли Нигде Никак И ни на что Что их читать А тогда было время Когда от того Как вы выступите Зависит вообще решение Всех вопросов Еще не Право еще было Не настолько развито Что там Не нейтрализировано все Поэтому это был Такой момент Вот Становление Единственное событие Ничто В нем Есть противоположные Движения Что вот характерно Для диалектического взгляда На движение вообще Что тут есть Как бы Движение есть Один момент И другой момент А моменты Это категории Которые характеризуются Как неразрывные Друг от друга Неотделимые То что неотделимо Вот скажем У вас есть Кровеносная система И В ней есть Два движения Одно Существляет Кровь венозная А другое Артериальная Артериальная Приносит вам кислород И новые вещества Всем клеткам А венозная Кровь Забирает А сердце Одно И кровеносная система Одна И в нем есть Противоположные движения И то же самое Скажем С дыханием Сколько у нас Процентов Кислорода Мы кислородом дышим? Сколько В воздухе Кислорода Не очень много Не очень много Да Это пятая часть Остальное Азот Азоты Там еще кое-что есть Всякие разные Вещества Вот Наши Газмонавты Дышат Воздухом Американские Кислородом Это А кислород Чем он Плох Если вдруг Какая-нибудь авария Ничего не загорится То Загорает все Металл горит Кислородина Вы знаете Да А на воздухе Металл Вот вы не подождете Сядь Стародина Горится Спасное дело Так Становление Следующая категория Которая Которая За ней идет Мы как бы Подытоживаем Предыдущие лекции Это категория Изменений Вот Вы изменяете Здесь что значит? Вот Как делают Диалектики Они Внимательно смотрят За словами Вы изменяете Во-первых Это вы Раз вы То как бы вы не изменялись То это все будет Вы Не я Правильно? А что значит Вы все время Останетесь С собой То есть вы Будете равны Самому Себе В чем? В изменении Потому что если вы не будете Такое будет изменение С вами Что это будет уже не вы То это уже похоже На трагедию Правильно? Вот Поэтому Изменение Предполагает Обязательно Равенство с собой Дальше А если это только Равенство с собой Ну как же это изменение Когда вот Какое пришли Такое ушли Что было в голове Вот Никогда Ничто Ничего не изменилось То есть Как выразить изменение Так Так же оно выражается Диалектически Если мы вот В становлении говорили Как Единство двух моментов Возникновения и Прихождения А здесь Таких двух моментов Равенство с собой И неравенство с собой Вот вы и равны И не равны Вы должны Защитить диссертацию И стать Тем Кем Вы Сейчас Не являетесь Стать Защитившим Человеком Получившим Кандидатскую Степень Но Если это не вы будете То Это как-то Вас мало Беспокоит А вы должны Остаться еще и собой При этом А если человек до того Есть такие люди Которые начинают В процессе защиты Так мучиться Так страдает Заболевает Чуть ли не умирает Но это тоже не надо Я вот наблюдал Некоторых товарищей Ну так волнуется Чего волнуетесь Вы защитили Вы подготовили диссертацию Вы как хотите Сказать новое слово В науке Вы хотите Чтобы его услышали Вот собрали людей Которые точно это услышат Защититесь Вы не защититесь Но Вы это дело Вот этим ученым дадите Ну и не должны Вы обвинять Только этих ученых Что они Не вас приняли Даже если оно У вас очень хорошее Ну Потому что новое Вообще плохо воспринимается Новое Как оно Когда рождается Оно слабее За старого Слабее Если оно слабее Так оно вообще Нормально было бы Если оно терпело поражение Ну потому что Слабое это оно Терпит поражение Перед сильным И наоборот Когда новое Развернуто То есть вы уже Прежде чем Вот Почему важно Что есть публикации Вот У вас много публикаций Выступали Вы на На конференциях На конференциях Никого Никаких степеней не дает Вы там Один плюс Вы выступили И обнародовали Хоть нравится вам Не нравится вам А я уже обнародовал Публикация Там Ну при подготовке Публикации Какие-то надо Операции проделать По крайней мере Ключевые слова Выделить главное Что вы там делали Но Когда вы публикацию сделали Причем Не все журналы Что попало Берут Поэтому Если в каком-то Солидном журнале Это опубликовано Хотя иногда Бывает и наоборот Солидном не опубликуешь Опубликует Не солидном А для науки Это абсолютно безразлично Важно что это опубликовано То есть Это могут люди С этим знакомиться И использовать дальше И двигаться дальше По таким ступенькам Потому что каждый В науке что-то сделал А следующие люди приходят И берут И двигаются дальше Правда В этом бесконечность И вечность науки И в этом бесконечность И вечность ученых Это звено Которое вы закладываете В науке Остается навсегда И вы тем самым Остаетесь вместе С этим звеном А как что вы ели И ели мы с вами сегодня В этой аудитории Или в другой Это так сказать Как бы для истории Это безразлично Вот Значит Второе Второй вид движения Это изменения Некоторые понимают Изменения только Как неравенство С собой Дескать Все изменяется Если бы оно только Все изменялось Так не было бы того Что изменялось Поэтому Обязательно Это должно Сохранение быть То есть Равенство с собой И выражаются Это двумя Противоположными Утверждениями Это не должно вас удивлять Поскольку Диалектические истины Они все такие Они предполагают Два противоположных Выражаются Двумя противоположными Утверждениями В котором Каждый Имеет свой смысл Причем они Одновременно Должны быть взяты И отнесены К одному и тому же Они разделены И наконец Вот мы подобрались С вами К третьей форме К развитию Ну Тут мне тоже Аризонно То есть Спецслово Которое я сейчас употребил Не является таким Неизвестным словом Его употребляют люди Сплошь и рядом Вот А у нас сейчас задача Его выявить Как категорию Философскую Вот Вы под развитием Что понимаете Так вот Если я вас спрошу Движение Убивало всех Загорелись Это развитие что ли? Ну Это Ну То есть То что вы сказали Как вот В диалектике Как Гегель Это правильно То есть Я вот Не могу сказать Что это неправильно Правильно Ну Развитие Это же движение Это правильно Но Ситуация На кафедре По четыре Есть Такой момент Ну Ну Вот Скажем Странно Было Потому что Это правильность Но не истина А мы забиваем В чем разница Истина Истина Это соответствие Понятия Объекту А тут не полные Соответствия Тут какое-то соответствие Есть Частичные И поэтому правильность Есть Ну Точно так же можно сказать Что вот Моё твердое тело Хорошо у нас вот Кафедр Первый этаж Если я выпрыгну из окна Ничего страшного Не будет Но если это было бы 15 этаж Вы понимаете Это Имело бы другие последствия Значит Так что вот Характеризует Развитие Именно как развитие То что вы сказали Непременно Имеет место Что это Это Вид движения Это нельзя Отделить развитие От движения Это вид движения То есть движение Более высокая абстракция Чем развитие Какое движение Тогда так Переформулирую вопрос Какое движение Называется Развитие Внутреннее Самодвижение Внутреннее Самодвижение Внутреннее Направленное Но ведь и Другое движение Тоже может быть Направленным Поэтому Ну вот Переваривание Пищи Это внутреннее Самодвижение Ну нет Это же не пища Само Переваривание Не пища Переваривание это движение. Это вот то, что происходит с пищей. Оно же внутреннее и самодвижение. Или там, нет, это не пища самодвижа. Пища не самодвижа. Самодвижение – это движение вашего организма. Сам организм ваш переваривает пищу и так далее. То есть, если возьмете самодвижение, вы возьмете самодвижение в каких-то частях, то это необязательное развитие всего целого, правда? То есть, вам надо, чтобы самодвигался весь. Ну, самодвижащийся. Ну, вы и сами двигаетесь, да? Вот если вы сами идете, никто вас не тащит, то это значит развитие. Нет, это не годится, потому что вы сказали внутреннее самодвижение, а тот пример, который я взял, относится к внешнему. Тогда, значит, если вы сами думаете, вот сами думаете и придумали, вот диссертацию написали, это точно подпадает под понятие развития. Значит, остается только это красиво оформить. Почему красиво? Потому что у нас ведь задача с вами не только научная, но и связанная с защитами. А с защитами, как вы понимаете, связано, что надо еще форму придать такую, которая была бы защитимой. Почему, скажем, вот эти были такие шлемы? А почему они такие? Не задумывались, да? А как там? Какое было огромное оружие тогда? Ну, два таких оружия. Или копье? Ну, да. Копье вот некоторые призывают выступать с открытым забралом. Знаете, что такое забрало? Вот забрало, значит, закрывает водяки рот. Давайте, значит, я уберу это открытое забрало, а мне туда копьем прямо. Как раз, да, у него было все у меня защищено хорошо железом. А я выступил с открытым забралом и получил копье прямо в голову. Это не очень хорошо. То есть иногда похвалятся тем, что мы будем выступать с открытым забралом. Я бы предпочел с закрытым забралом. Это раз. А если я ударяю вас по голове мечом? Ну, вы понимаете, если я по голове ударяю мечом, ничего хорошего. Для меча-то ничего страшного, для головы-то страшно. А если у меня вот такой шлем, что получается? Получается, что... То есть форма. Форма, она содержательная, и вот все это имеет соответствующую форму. Вот вы должны делать, мы должны выступать так на защите, чтобы трудно было вас сбить. Даже я вот тут сижу, и вас сбивают. Ну, то есть вам дают сказать, а потом нападают, так сказать, как-то вот в этом плане. Ну, так вот, поэтому надо не просто вот поговорить правильно о развитии, а дать такое определение, от которого никуда... Ну, ничего нельзя сделать, бесполезно спорить. Вот это вот есть, так можно сказать, канонические определения. Ведь те определения, которые в науке закрепились и утвердились. И если кто-то на них будет нападать, он не на вас будет нападать, он будет как бы вот сам биться со стенкой. Раз ударится головой о стенку, два, и отстанет от вас. Поэтому, значит, вот в этом смысле какое определение развития надо взять, чтобы оно было защитимым, и которое было бы универсальным, всеобщим, и которое утвердилось в науке. Вот таким определением развития является развитие, как движение низшего к высшему. Это тут содержит, видите, это содержит то, что вы сказали, движение. Видите, это вы как бы тут прям можете подписываться, вот это движение. Но низшего к высшему надо добавить. Потому что если движение высшего к низшему, движение к смерти, это под понятие развития не подпадает. А вся жизнь человека, движение низшего к высшему. Вот оно может оборваться, это вот движение, но оно вырывается. То есть, а как насчет двух противоположных моментов? Это не определение. Это когда вы получили определение, тогда вы начинаете разбирать. Тогда вы начинаете разбирать происположенный момент. А пока вы не определили, вы же еще не взяли целое. Как же вы можете взять, если вы берете моменты до целого, это я руки-ноги ваши, нос, голова, уши, начал рассматривать до того, как выяснил, кто вы такой. Вот вы сначала человек, а потом уже ваши моменты, правильно? Поэтому сначала, что такое развитие, а потом, а как оно это развитие? В чем оно состоит? Вот конкретно его, а потом изучать его будем. Сначала мы определяем, потом изучаем. Человека определили, потом изучаем. Человека мы определили как животное. Общественное, трудящееся, говорящее, разумное. И потом можем изучать, а оно как общественное. Общественное, как трудящееся. Отдельно вопрос о труде, да? Потом вопрос о языке. У вас есть такие мысли, которые не выражены в языке? Ну, я о них ничего не знаю. А? Ну, я, по крайней мере, о них ничего не знаю. То есть, они, возможно, и есть, но... И Гигель говорит, что мысль проявляется, отлагается, прежде всего, в языке. То есть, таких, если мысли не проявляются, это инстинкты. Они у животных есть, но у них языка нет, поэтому... А раз мысли нет, вот поскольку у нас есть язык, то мы можем мысли, я могу вам передать. Вы свои мысли можете мне передать. А раз вы можете мне передать, или я могу вам передать, я могу передать всему человечеству. Вот эта вот принадлежность всему человечеству, она в языке. И не важно, какой там язык, это все переводима. Английский, французский, немецкий, какая разница. Есть переводчики, которые только тем и занимаются, что они демонстрируют, что язык один, человеческий. А вот языком в этом смысле, логика. Вот языком занимается уже логика, как раздел философии. Но как? А поскольку язык отражает противоречивые явления жизни, поэтому это какая логика отражает? Она не просто правильная, которая истинная, диалептическая. А диалептическая логика включает в себя и формальную логику. Она ее не отвергает. Она говорит, что просто в тех случаях, когда мы имеем дело с чем-то живым и изменяющимся, развивающимся, тогда мы должны, по-одно сказать, два противоположных высказывания непременно. И принять их вместе. В единстве тоже непременно, а не по раздельности одно от другого. Ну вот, значит, развитие движения низшего к высшему, простого. к сложному. Иногда вы можете прочитать другое определение. И в том числе и я иногда вот пишу и печатаю, что это движение низшего к высшему, от низшего к высшему, от простого к сложному. Это тоже будет правильно, но тут это можно понять неправильно. Понять так, что вот есть некое третье, которое движется от простого к сложному. Есть простое, есть сложное, а есть какое-то третье, которое движется от простого к сложному. А под развитием понимается, вот само движение, о котором вы сказали, оно и внутреннее само движение, что развитие – это движение, вот, характеристико, от себя к себе. Развитие – это движение от себя к себе. Вот, если я от себя двигаюсь к вам, это не развитие. Если вы от себя двигаетесь ко мне, это тоже не развитие. А вот, если вы двигаетесь от себя к себе, и при этом происходит ваше усложнение, так, от простого к сложному. А что значит усложнение? Что такое сложное? Ну, это два момента. Ну, я согласен. То есть, если вы, как бы, демонстрируете, что вы умеете читать до двух, аспирант умеет читать до двух, я предлагаю дать ему кандидатскую диссертацию. Сложную, но это, как бы, составленную. Кто составлял? Кто составлял? Сложная. Третий, кто здесь – третий. Вот вы же выступили, как вы сказали про внутреннее самодвижение, и вдруг вы сошли с этой своей правильной позиции, и, говорит, кто-то там составлял составленное. Ну, как же составленное? Это же не какой-нибудь конструктор. А внутреннее самодвижение… Вы же что сказали? Я запомнил. Внутреннее самодвижение. Развитие-то, оно предполагает внутреннее самодвижение. Так вот, это самодвижение какое? От себя к себе. А если вы двигаетесь от меня, от себя ко мне, Ну, подходите, или я двигаюсь от себя к вам, наклонился ближе. Это вовсе не развитие. А развитие от себя к себе, вы сейчас в ходе изучения, рассмотрения, обдумывания, вы двигаетесь не ко мне, а от себя к себе. И у вас задача стоит себя развить. Что значит себя развить? Аспирант тут, у него одна задача, развить себя. А как можно себя развить? Только так, что вы должны продвинуться в той области, которой вы занимаетесь. Вы же занимаетесь, это ваша область. Я говорю, вы не химией занимаетесь, философией, но только занимаетесь философией себя. Вы философ и должны превратиться в кого? В философа. А в какого философа должны превратиться? В такого философа, который не просто знает больше. Это начитанный философ, это грамотный философ. Философ эрудированный, а вы должны превратиться в философ, который создал то, что еще не было создано в философии. Это новизна. А раз он создал то, что не было, а то, что новое, оно включает в себя старое. Ну, такой кумулятивный процесс. Что мы называем кумулятивным? Когда в том, что появляется, в нем есть все, что сохраняется, то, что было. Вот если сохраняется то, что было, и появляется новое, которое включает в себя, оно не в отрыве от этого. Есть вот некоторые люди, которые думают, что они выдумают какую-то категорию, которую никто не слышал. Их ходит с ней, как дурак с писаной торбой. Их всех прогоняют, потому что даже если они в одно время занимают какой-то... Ну, как вот бренчат иногда с пустыми кастрюлями. Пустыми кастрюлями-то громче будет, чем вы будете выступать на защите. Вот. А если это действительное развитие, то оно включает в себя. Потому что развитие — это усложнение. Это, значит, оно вбирает в себя все предыдущее, все. Как вообще наука? Наука современная содержит в себе всю науку? За всю историю человечества содержит, правда? Вот. Хотя если берут вот историю науки, тогда ее раздергивают на отдельные выступления отдельных людей. При этом вклад Иванова, это Петрова, это Сидорова. А когда вы берете науку, науку, тогда вы можете и не говорить иногда, кто когда что вложил, вы это подразумеваете. Но здесь идет такое вот, то, что вы сказали, внутреннее самодвижение, которое идет за счет чего? За счет того, что приходят новые люди, и эти новые люди приносят новые идеи. А эти новые идеи не сумасшедшие, что они неизвестно, откуда свалились. А эти новые идеи являются обобщением, развитием, да? Усложнением того, что было. Почему усложнение? Потому что они содержатся. Что такое сложное? Простое, дайте определение. Можно я дам? Сложное, это сложное из простых. Вот нравится вам такое определение? То есть у нас какая задача? Ну вот тоже, понимаете, к вам могут подступаться вот с такими вопросами. И нужно, дайте на них ответить, и все. Сложное, это вот, то есть человеку показывает, что это, если человек ух, уши имеет, если он внимателен вообще к языку, то сложенное, сложное, что тут непонятного? Сложенное из простых. А раз оно сложное из простых, вот оно и сложное. Что тут вот? Вот это движение, вот это сложное усложнение, все дальше складывается, складывается, складывается. И никакого другого развития не бывает. И вот, а вот то, что мы перед этим делали, вот вы говорили о том, что движение, движение содержится, развитие содержится, является изменением. Да. Раз является изменением, а изменение, это и равенство с собой, и неравенство с собой. Тут еще противоположных движений нету. Одно просто покой, относительный, равно самому себе. А другое движение. А движение какое может быть? Неизвестно какое движение. Раз это движение, движение может быть как вперед, так и назад. То есть может быть с удовольствием, а может быть с разложением. Да, сложно, но оно простое. А уж если мы хотим наверняка получить вывод, то мы двигаемся еще дальше, назад. К чему? К становлению. А в становлении что есть? Какие моменты? Давайте вспомним. Возникновение и сочетновение. Возникновение и прихождение. Раз в нем есть возникновение и прихождение, значит в развитии оно себя проявит. Правильно? Вот как себя проявляет в развитии момент возникновения? И как себя проявляет в развитии момент прихождения? Прихождение это что было и не стало. А возникновения не было и стало. Переход не что в бытие этого возникновения, но переход где? В самом становлении, то есть в движении. Мы в движении это усматриваем ни в стороне, ни отдельно. Ну и как возникновение в развитии, как оно называется? Это слово вам знакомо. Да, ну хорошее же определение. То есть если я знаю, что такое возникновение и знаю, что такое развитие, я говорю, ну что такое возникновение? Мне же надо не собрать такой чемодан, в котором всякие мысли, цитаты и так далее, а мне нужно еще и спрессовать. Оно еще, когда говорит о развитии, вот это вот, все это вот, следующая категория, все уплотняется. Оно не только там усложняется, но и уплотняется. Почему? Потому что обобщается. И поэтому не получается так, что вот мы, две тысячи лет прошло, и нам две тысячи лет нужно, чтобы понять то, что было сделано в философии. Нет, мы это можем сделать за более короткий период. И от вас каждый раз требуется, от молодых ученых требуется это быстрее сделать, чем делали предыдущие. Почему? А потому что некоторые проблемы, над которыми ломали голову, они решены. А вы ломайте их, пожалуйста, над следующими. А нечего тут повторять это ломание головы на проблемами, которые уже сделали другие люди. Но вы должны, что обычно пишут в первой главе диссертации. Первая глава диссертации, это доказательство того, что вы вышли на передовой край науки. Вы знаете, что в науке по этому вопросу добыто. Правильно? Ничего другого там нету. Вот все, что вы будете писать, это только картинка. То есть, это расшифровка этого. Вы должны показать, что вы, вот имя Рех, владеете тем, что является современными достижениями науки в этой области, которой вы занимаетесь. По которому пришли диссертации. Вы тут все знаете, что опубликовано. И вы вышли на передний край. Ну, а во второй главе? Или во второй и третьей? Ну, вот, как минимум во второй, если. Не обязательно бывает, с трехглавой. Но чаще всего бывает двуглавой диссертации. Причем я бы рекомендовал, скажем, в первой главе иметь два параграфа, а во второй три. Почему? Чтобы получилось так, что вот вы когда рассказываете, что я узнал, меньше, чем то, что вот это я сделал. Чтобы вторая глава была впечатляющая, на вид впечатляющая. Что вот человек дал диссертацию, и вот он, значит, вот столько написал про то, что сделали другие, и потом он чуть-чуть-чуть, вот что он написал. Ну, а вы должны, ну, можно просто подробнее расписать, обстоятельнее. Это правильно будет. Тем более от вас требуется показать, что вы такого нового сделали. Вот вы это новое расписываете в трех параграфах. То есть стандартное вот. Вот то, что я, скажем, говорю, почему надо сделать два и три. Да потому что это должно выглядеть соответствующему прилично и защитимо. Что вы действительно не только знаете, не только вышли на передний край развития, но вы вышли на него. И хватит. Это вот и смысл первой главы. Я говорю, пишу первую главу. Ну, вы так и будете ее все время писать. Вот первую главу можно и потом написать. Вот это напишите. Вторую. Так. Значит, возникновение, которое мы обнаружили. Раз развитие – это движение. А в движении есть возникновение и становление. А в становлении – это же мы же назад идем. Оно же как раз… Если развитие – это сложное, развитие включает в себя и изменение. Развитие включает в себя и становление. Вот я могу этими всеми категориями пользоваться. Значит, то, что является движением типа бытия, превращения в ничто, то есть движение назад, называется? Прихождение. Нет, в развитии как. А, в развитии – регресс. Регресс. Вот. И тогда, вот смотрите, получается, что какая категория более сложная – развитие или регресс? Ну, какая сложная – это та, которая содержит в себе предыдущие. Ну, регресс. Регресс более сложный. Регресс сложнее, чем развитие. Почему? Потому что узнать, что такое регресс, я могу только тогда, когда доберусь до развития и в нем рассмотрю его моменты. И прогресс. А некоторые вот просто их подменяют. Вот берут просто прогресс вместо развития. Но прогресс – это некая абстракция, это развитие. Нет такого. И развитие никак не сводится к тому, как к прогрессу. Вот, если сразу сделать такой бросок от такой общей, можно сказать, категориальной такой картины, к тому, что было у нас в стране, вот такие слова потребления. Мы построили социализм. Это что, дом построили? Если вы построили социализм, это не означает ли, что даже дом этот, он разрушается, когда его построишь. Вот, есть такие дома, которые не разрушаются. Нет таких домов. Поэтому, такого рода настроения, что если мы построили, и теперь, значит, вот выступил первый секретарь на 22-м съезде, ЦК КПСС, Хрущев. Социализм в СССР победил полностью окончательно. Ну, ладно, во-первых, полностью – это, как говорится, преувеличение. Так, где-то полностью, но не все ужасно. Полностью может победить коммунизм, потому что социализм вообще не полный коммунизм. Не полный. Поэтому, что значит полная победа неполного коммунизма? Это какая-то ерунда. Просто ерунда. А вот окончательно, что значит окончательно, что нету регресса? Есть. Если есть регресса, а если мы говорим, что он победил полностью окончательно, и класса борьба прекратилась, то что из этого? Какой результат может быть? То есть, как бы, социальная эта армия, которая воюет за движение вперед, она демобилизуется, потому что не надо воевать с движением назад, правильно? Его нету. Ну, раз его нету, зачем держать целую армию-то все? Давайте, все, хватит бороться, давайте здесь тихо, спокойно будем тихо, мирно жить. И борьба заканчивается. И объявлено одновременно, класса борьба прекратилась. Хорошо. Тоже борьба, это беспокойство уже постоянное. Хотя, с другой стороны, все знают, где абсолютное спокойствие. У покойников, на кладбище. Поэтому, значит, что мы вдруг наблюдаем? Вместо этого вот так красочного движения вперед, идет движение назад. И движение назад, и опускание против прежнего общественной экономической формы. Ну, что тут нового сейчас у нас в России? Да все это было уже, и все при феодализме. Что, при феодализме не было капиталистов? Были. Не было этого мелкого бизнеса? Да у нас и полно было этого мелкого. Вот поддержка. Раньше, сейчас под видом поддержки мелкого бизнеса его душат, и раньше его душили. Ну, представьте себе, кто господствует в капиталистической экономике? Крупный капитал или мелкий? Крупный. Ну, вот если я победил вас в экономической борьбе, и я победил, и кого наставят в государстве, так сказать, к рулю поставят? Тех, кто представляет победителей, или тех, кто представляет побежденных? Ну, победители. И это хотите, чтобы это государство, вот оно заботилось, а вот оно будет обо мне заботиться. А если вы меня победили, ну, вас будет заботиться. Ну, где вы видели крупный капитал, который не съедает мелкий капитал? Где вы такое, где в мире такое видели, нет? Это же тоже движение, и тоже развитие экономики это называется. Но это развитие экономики, ну, скажем, движение кукурпни, и производство, есть централизация капиталов, есть концентрация капиталов, да? Концентрация. Это закономерно, поэтому это неизбежно. Но если это концентрация, такой красивый прогрессивный процесс, то он уже предполагает проглатывание, скажем. Но если я буду поддерживать мелкий бизнес, ну, вы же хотите, говорили, что конкуренция все решает, зачем поддерживать кого-то? Крупный не надо поддерживать, потому что он крупный, он и так справится. А мелкий зачем поддерживать? Он не прогрессивный, он же реакционный. Зачем вы собираетесь? То есть вы создали государство, оно капиталистическое, чтобы оно поддерживало реакционный мелкий бизнес против крупного. Какая-то ерунда. Ну, может ли мелкий бизнес организовать полет в космос? Или может ли он сам создать вот те типы вооружения, которые есть, которые защищаются государством? Это немыслимо совершенно. Что, мелкий бизнес может танк сделать? Подводная лодка, она 10 лет строится. У меня были слушатели из КБ «Малахит», рассказывали прямо, которые этим занимаются, конструировали подводную лодку. 10 лет строительства идет подводной лодке. То есть для того, чтобы появилась она в следующем году, она должна быть 9 лет до этого. И разрабатываться, и строится, и строится, и строится. Поэтому, какой может быть мелкий бизнес, или, вы представляете, корабли с атомным двигателем, или сейчас сделали подводный аппарат, космический аппарат с атомным двигателем. Ну, какой может быть мелкий бизнес? На чем говорить? Тут же наука вся к этому привлечена, высочайшая причем. Ну, вот смотрите, нам ведь что нужно? Нам нужно не просто, и вот смысл, я вот нашего фокуса вижу, смысл не в том, что мы вот что-то узнаем, а нам как-то надо закрепиться, чтобы вот это в голове было, вот они, вот то, что на самом деле уплотнение идет вот этих категорий, они вот простое, в сложном, все усложняющееся. Оно должно так лежать в голове, чтобы, ну, как вы рассказываете, если я вас попрошу, расскажите, пожалуйста, что лежит на столе, и вы будете свободно рассказывать. Если это так же в голове уложено, то вы точно так же. Потом, если вы хотите продвинуться вперед, зачем вам нужно так все уложить в голове? Ну, потому что вам нужно уложить так, чтобы знать, где вообще этот передний край и куда надо дальше пойти. Вы же должны пойти дальше в смысле развития науки, а значит, то, что вы напишете, должно содержать в себе предыдущее. Но если она только содержит предыдущее и только перепевает все мотивы, которые уже были, и никакой новой мелодии не создает, значит, это не развитие. Поэтому это неотделимо одно от другого. Поэтому вот на этом примере, вот вы как раз очень хорошо, что вы прочитали, потому что у нас понятно, это такое вообще. Я-то почитал заново, потому что я давно его читал, когда сам защищался, а сейчас я видел много таких моментов довольно странных причем, в том числе и по отношению к аспирантам. Дескать, вот вам диплом, будьте здоровы вам. Вы сказали, да здрасте, да я что диплом аспиранту? Ну и по-хорошо дайте диплом, это понятно. Ну все, ну обрежу здесь я весь, дипломы вот со всех сторон. Я работал в УПК, мы специально переподготавливали людей. Ну и кого мы переподготавливали? Ну всех там, кандидатов, докторов, профессоров. А заодно, когда у нас не хватало нагрузки, мы на соседней кафедре, в Институте повышения квалификации, при СПБГУ, можно было получить дополнительную специальность. Вот, скажем, у меня есть диплом, историка, политолога, не считая того, что я по образованию математик, а профессор, у меня профессор по кафедре экономики и права. И весь обвешан я разными специальностями. Но надо понимать, что от того, что ты много всяких лычек таких наденешь, от этого ничего же не происходит. Это хорошо, что ты там совсем не отступишься, если ты попадешь в соседнюю область. Понятно, чтобы там глупости-то совсем не говорили. Но если человек везде копает понемножку, вот у него и такая, и такая специальность, и такая, и такая. А где-нибудь он должен копнуть глубоко? Если он нигде не копает, то он вообще поверхностный человек. И вот поэтому, когда видишь человека с тремя образованиями, с двумя это неплохо. С тремя уже подозрительно, а с четыре уже не сумасшедшие дела. Надо подумать. Поэтому вот этот вопрос, тот, который перед нами вообще стоит, стоит о развитии, и о том, как мы глянем на эту диссертацию свою, он связан с развитием непосредственно, потому что развитие должно вот в себя включать все созданное, и еще кое-что, которое включает в себя как раз это созданное. Потому что новое включает в себя то на базе чего оно, на основе чего оно создано. Оно не может не включать, если оно новое. А если оно просто вот объявлено, что оно новое, и оторвано от предыдущего движения науки, и не представляет собой усложнение того, что было, это не развитие. Вот смотрите, что мы уже про развитие узнали. Что развитие это движение низшего к высшему. Раз. От простого к сложному. Что примерно то же самое. Потому что иначе низшего к высшему, иногда говорят, вот великий человек, то есть большой. Он большой-то большой, но он большой не по высоте. Вот, поэтому к высшему. Высшее бывает высокий гвоздь. Бывает высокий гвоздь, а росточек на небольшой. То есть когда высшее, имеется в виду как раз в этом смысле. В смысле сложного. По отношению к простому. Дальше. Мы обнаружили связь. Вот вы хорошо сказали, что развитие это движение. А движение может быть еще и... И изменение, и становление. Значит, в нем и изменение есть, и становление есть. И вот это вот становление. Когда мы берем такие моменты становления, как возникновение и прихождение, мы получаем прогресс и регресс. Как моменты развития. Бывает развитие без прогресса? Не бывает. А бывает развитие без регресса? Нет. Тоже бывает. Ну вот. В том-то и дело. Точно так же, как бывает жизнь без смерти? Не бывает. А как сделать без смерти? А очень просто. Не рождайтесь. И вам гарантировано без смерти. Для этого надо, чтобы вы не родились. Другого способа обеспечить. Бессмертия нет. Ну или так, Петриликия обещает. Ну а нынешние проходимцы, они за отдельную плату могут вам гарантировать и смерти. У нас такое время, когда есть и такие люди, которые звоните колдун Валера. Если вам другие не помогли, я вам помогу. Ну раз другие не помогли, вы будете претензии предъявлять. Говорят, так вам другие тоже не помогли. Чего вы хотите? Но у меня не получилось. Вот был такой гробовой. Слышали такого? А у меня была моя дипломница, которая как бы с этим гробовым общалась и, так сказать, этим занималась. Тем, чем занимался гробовой. И она мне принесла, поскольку я скептически относился к этому всему, ну мягко говоря, она мне принесла материал о том, что вот он, так сказать, доктор наук, и он профессор. я как глянул эти документы, я сразу заметил то, что, ну не замечают другие люди, которые не знают вот, скажем, таких вещей. У нас как называется орган, который присваивает диссертации? Министерство вопросов, а не? Нет. Ну, выдаёте. Вы что читали? Там про министерство написано. Да ладно, там, да про высшую диссертационную комиссию не читали, вам? Да нет, но там, по-моему, про это не ответили. Ну, кто же это занимается-то? Высшую диссертационную комиссию. И все бумаги-то вот выдаются. Выделили открытый диплом? Могу пронести. Высшую диссертационную комиссию при совете министров или при министерстве. Но все равно непосредственно. Если непосредственно, он может сказать, все это наше государство выдает. Тоже будете правы. Вы сказали, министер, поднимайте выше, это государство наше делает. У нас государственные дипломы. Правильно? То есть, это... Вот я чувствую спорить, вы уже можете. Только надо так это подчеркнуть, что, Михалыч, я же что, неправильно сказал? А разве ВАГ не при министерстве? При министерстве. Я это имел в виду, конечно, это ясно, что ВАГ. Но он же, это не просто ВАГ. Не отдельная какая-то структура. Вот, дальше. Так, как называется этот ВАГ? Полностью? Высший Атсистационный комиссия. А эти документы, которые мне принесла, она же не знает этого дела. Это не считала уже правила. Высший Атсистационный комитет. Вот нас трое здесь сидит. Вот давай учредим сейчас, сейчас прямо. Высший Атсистационный комитет. Имеем право? Как вы считаете? Ну, да. Это общественное у нас будет объединение. Но для общественного объединения надо, конечно, не трое, а десять человек. Вот, потому что по закону об общественных объединениях вот, десять человек могут собраться, разработать устав, выбрать руководителя. Так, кого-то. Вот мы вас изберем. Сейчас, раз, я проголосую. И будем выдавать. Такие же сделаем, похожие. Каких нам претензий? Никаких. Мы же не будем там писать Высшая Атсистационная комиссия. Это нас обвинят в подделке документов и поставят в тюрьму. А у нас Высший Атсистационный комитет. Его нету. Не было. А вот вот этот Гробовой вот такие бумажки сделал. Второе, что я сразу заметил, там сразу написано, что он в один и тот же год получил докторскую степень и звание профессора. Ну, а поскольку я это все проходил и у меня разрыв между докторской и званием составил где-то примерно 5 лет. Потому что я в 87-м защищался, даже больше. В 87-м защищался, в 89-м меня утвердила Высшая Атсистационная комиссия, а звание профессора я получил в 95-м. Это сколько? 6 лет. Но есть минимальный порог для того, чтобы человек мог получить звание, ученое звание, которое тоже присваивает Высшая Атсистационная комиссия. Для этого надо иметь как минимум годовой стаж работы в должности профессора. В должности. А, если я посмотрю, в этом одном и том же году написано Высший Атсистационный комитет выдал и звание профессора. Это ясно липа. Но это липа кто может увидеть? Кто это знает? Проходил. Вот такая штука. Тем более, что и названия другие. Мне иногда говорят, когда я где-то пишу, что у меня звание профессор по кафедре экономики и права. Такие начинают поправлять, говорят, это не по кафедре, а кафедр. А на самом деле должность у меня называется профессор по кафедре социальной философии и философии истории. А звание, а профессор по кафедре. И уже кафедры это и нету. А звание остается. И оно по кафедре, потому что для званий другая формулировка, другой поворот. Ну и люди, которые это вот не знают, они могут липу делать, и на это вот они, как вот ловятся там всякие шпионы, на том, что они не так повернулись кепку или не так платочек держали. То есть люди некоторых формальностей не знают, они тоже, так сказать, являются жертвами могут оказаться. Так, ну вот смотрите, что получается. Значит, развитие есть, мы как бы с вами выявили, откуда берутся эти прогрессы и регрессы. Не то, что вот формально, а, дескать, я вам записал, зачитал, а вы запомнили и стали повторять. Нет, а вы сами сказали, что это в движении, а в движении дальше углубляемся, назад идем, логически. Возникновение и прихождение, вот возникновение, оно в развитии выступает как прогресс, а прихождение в развитии выступает как регресс. Или я могу поставить вопрос так, ну а эти пропали, что ли, возникновение и прихождение? Они в движении остались? Не остались, потому что наличное бытие уже, наличное бытие включает в себя и это снятое остановление. То есть оно как бы просто не на лицо это, у вас вот желудок не на лицо, я смотрю, никакого желудка не на лицо, но он есть, есть, поэтому не все на лицо. Лицо вот он на лицо, и наличники на лицо, а многое не на лицо. Вот это очень хороший такой поворот, и я думаю, что мы тогда вот твердо запомним, не так, чтобы обращаться и задолбить это самое, что такое прогресс, а что такое долг. от этого, если я понимаю, что это возникновение развития, значит это прогресс, а прихождение это регресс. Бывает прогресс без регресса? Прогресс без регресса бывает. Развитие не бывает без прогресса и без регресса. А прогресс и регресс не в единстве находятся. Но если здесь как отдельный момент. А? А как отдельный момент мы же можем выделить прогресс? Вы-то можете выделить, но он-то бывает. Я спрашиваю не про вас, а про прогресс. Он бывает без регресса? Нет, он не бывает. Ну, как вот жизнь, бывает без смерти? Ну, иногда. Ну, в смысле, что момент жизни, он же всегда без смерти. Когда есть жизнь, смерти нет. Когда есть смерть, жизнь нет. Нет, когда есть жизнь, то это значит человек смертен. Если вы хотите быть таким, кто не имеет смерти, ну, превращайтесь в камень. Камень смерти не имеет. Смерть бывает только у живого. Правильно? Вы выбираете, чем хотите быть. Чурваном, камнем или человеком. Если это момент. Ну да, то есть это отдельный момент, но они существуют в единстве. Это во-первых. Во-вторых, если вы взялись вот это рассматривать, так не забывайте, что вот вы вдохнули. Это какой? Это момент жизни, правильно? Какой? Позитивный. А вот, а после как вы вдохнули, что происходит? Начинает ваш кислород, так сказать, усваиваться. Так его все меньше и меньше после вашего вдоха. А углекислый газ заполняет ваши легкие. И вы под угрозой, находится в вашей жизни. Так или не так? Так. Ну, кислород пропадает, а зачем же кислый газ? То есть, что вы должны сделать для спасения в своей жизни? Выдохнуть. Нет, вдохнуть. И снова вдохнуть. Нет, вдохнуть вы должны. Вдохнуть снова. Кислород, чтобы поступал. То есть, я правильно понимаю, что вы постоянно боретесь за жизнь? Вот сейчас сидите, и пока я тут читаю лекцию, и тоже борюсь за жизнь. И вы боретесь за жизнь. То есть, жизнь не такая вещь, которая есть сама по себе, а она есть только в борьбе с чем? Со смертью. Второй вопрос, значит. Да, кстати, вот кто-нибудь сумел, так устроен человеческий организм хорошо, что еще никому не удалось покончить жизнь самоубийством. У нас самоубийств полно. Прыгают там, делают селфи, кидаются под поезд, там. Чего только нету. А вы слышали такое, чтобы кто-нибудь взял, сказал, все, раз вы не хотите принимать мою светлую идею, я сейчас перестаю дышать и умру. И сколько вы можете не дышать? Это мы знаем, что есть люди, две минуты могут не дышать под водой. Так? Ну хорошо, две. Сколько вы можете не дышать? Скажем, в качестве протеста против ваших лекций, я, значит, вот сейчас пусть вас покарают, потому что это такой будет случай ужасный в университете, прямо на кафедре умер аспирант. Почему он умер? Он решил в качестве протеста не дышать. А что будет происходить, если вы решите не дышать? Даже твердо решите, что будет происходить? Сможете вам, удастся вам осуществить свое решение? То есть, в любом усилии? Да, в любом усилии. Потому что нет. Вот нет. Почему? Значит, так устроен человеческий организм, что он в известном смысле выше, чем он. Он как бы этот организм вдруг, хотя он вроде бы и, так сказать, мозга не имеет, он вдруг как бы отдельного от нашего, он говорит, да, товарищ немножко сбриндил, поэтому придется ему помочь. И заставит вас вдохнуть. Неизбежно. И ничего, из-за этого ничего не... Или... Ну, не будем такие страшные истории брать, а возьмите, скажем, ну вот, вы зачем моргаете-то? Я вот заметил, что все время вы моргаете. Я вот вам лекцию читаю, вы моргаете и моргаете. Зачем моргаете? Смысл в чем в вашем моргане? Сложно сказать. Ну, я на самом деле не себя специально сделал. А? Ну, смысл в том, чтобы предохранить это пересыхание... Ну, это вы этот смысл внесли, или это вообще свойство, характеристика живого организма, животного, да? То есть не особенно вы на эту тему задумывались. По крайней мере, вот сейчас вопрос не стоял и не задумывались. Ну, а если вы тоже решите вдруг эксперимент произвести, там, не с дыханием, вот, вот, не буду я вот моргать, что будет? Ну, уже сознательно, ну, пристаньте моргать, в конце концов. И что будет? Ну, рано или поздно я моргну. А? Я моргну рано или поздно. Не экскрементировали, вы проэксперментируете? Нет. Это тут вы удержитесь, не моргнете, а у вас вот слезы потекут из глаз. И примерно это будет смысл такой, организм говорит, ну, что-то он меня сборить делал, хозяин-барин. Вот, приходится, и у вас вот это все, это увлажнится. Не хотите так увлажнять, по-другому будет увлажняться. Не пропадете в этом смысле. То есть организм, в смысле борьбы, не только сознательная есть борьба. Борьба происходит, вот, и если борьба противоположности, это разве только сознательная борьба? Нет. А есть и бессознательная борьба. То есть борьба противоположных сторон, противоречия. Она же существует в природе. Вот, поэтому, поэтому мы, когда говорим о развитии, мы можем про развитие дальше сказать. Вот, какие есть концепции развития? Вот, я на этом хочу специально остановиться. Какие есть в философской науке концепции развития? Значит, есть концепция такая, значит, увеличение или уменьшение. Все больше, больше. Вот так вот понимали развитие социализма. Больше стали, больше угля, больше семента и так далее. Больше. Это означает, что социализм развивается? Нет. Само по себе это не означает. Это хорошо. Это позитивно. Может быть, надо было меньше этого, больше свободного времени, чтобы людей было. Они бы больше, более грамотные. Больше бы участвовали в управлении. А то все больше и больше, а потом раз, и обрушилось, и вдвое стало меньше производства в 90-х годах. Вдвое меньше стало производства. То есть, развитие как уменьшение или увеличение. Большой человек – это обязательно высокий и толстый. Нет? Великий, тем более, человек. Великий тоже вроде как большой звучит. Но это не то же самое. То есть, вот концепция. Это вот одна из концепций. Вторая есть концепция развития философии. Кругового такого движения. Дескать, ну вот сейчас что у нас? Февраль заканчивается. Профессором увидел. Четыре градуса, пять. Скоро март. И скоро потом. Вот март, первый месяц весны. Потом будет лето. Потом будет осень. И потом опять зима. И все вернется на круги своя. Возвращение на круги своя. Круги. Движение по кругу. Вот так. И опять мы с вами встретимся. Вот только. И вот снова будем тут сидеть. Я говорю, ну как вот. Да вот, не защитился. Снова надо защищаться. Давайте снова поизучать. И будем так вот ходить. Так это движение по кругу. Ну, есть похожее на развитие. Потому что есть моменты, которые с повторения. Повторение есть в движении. Потому что во всяком движении могут быть повторения того, что уже проходили. Движение планет. Да. Движение Земли. Вовращение. И начинают потом считать астрономы. Высчитывают с большой точностью. Как изменяется там, двигается ось. При этом. Но вот само это понимание развития, просто как кругового движения, оно как раз не берет движение низшего к высшему. Оно его исключает. Поэтому оно на самом деле не истинное понимание развития. Как и первое. Оно вот это первое. Оно не включает в другой момент. Ну, что стало больше. А что вы с этим сделали? А не стало ли вот это прихождение превалировать над возникновением? В результате того, что вы этого сделали больше, а другого не сделали. Вот. Есть такое, значит, понимание развития, что идет прегресс. Погресс идет, а потом прегресс. Знаете, как бывает? Сначала похолодание в природе, ледники, только уже там, это измеряется уже не сотнями, а, может быть, многими сотнями лет, а потом снова. И вот начинают думать, идет ли сейчас потепление, или это очередное качание вот такое. Вот может в этом состоит развитие, то есть такая концепция развития тоже есть. И вот мы с этими концепциями разделились, расстались. Почему? Потому что мы выставили вопрос о том, что это движение низшего к высшему, прослово к сложному. Вот. И это движение противоречивое, в нем есть прогресс и регресс. Тогда это развитие мы должны представить как процесс борьбы противоположности. И этот прогресс, именно как прогресс, одно противоположности, какие вы. Низшего к высшему, а высшего к низшему. Можно по-другому переформируют борьба нового со старым. Это, так сказать, нового со старым, это значит, вот вы приходите, новые, так сказать, вот вы написали диссертацию, принесли, у вас там новые. Будем считать, что новые, но не обязательно в диссертации новые, диссертацию можно содержать и старые. Она наталкивается, а в это время там люди, которые сидят в ученом совете, они новые разрабатывают, а вы принесли это парафлог. И они начинают воевать с вами не как с вами, не как с лицом, а с носителем этой старой идеи. И борются с вами. Потому что, что такое защита, тоже форма борьбы, правильно? Причем вам нужно там очень сильно победить. Нужно, чтобы две трети за вас проголосовало. Как это сделать? Это уму непостижимо. Уму непостижимо, потому что, ну как за новое? Новое, может быть, две трети. Вот оно еще, никто его никогда не видел. Один человек только, вот один вы, аспирант, вы разработали эту идею. И тут вот сразу пришли, ну вот только вы написали авториферасик, и тут вот выступили, и сразу две трети рук поднялось все это так золото. Ну это лихо, да? То есть что? Даже если бы большинство было, и то ожидать, что большинство за новое это многовато, да? А вот если меньшинство, это нормально. Ну нормально, то есть вы пришли, там где сидят уже такие доктора наук, которые в этом специалисты, и уже вам удалось переагитировать какую-то часть на сторону своего нового. А как сделать, чтобы это было две трети? Значит надо, чтобы вы еще начали агитировать до похода. Поэтому публикации, нельзя относиться к публикациям как к формальным. Вот экзамены, например, вы никого не сагитируете тем, что вы сдали кандидатский экзамен. Это как бы необходимое условие, но если вы не сдали, вас просто не допустят, и все, и дело с концом. А вот если это касается публикации, то вот если вы уже устоялись, и уже эти как бы признанные работы, и вы указываете в списке, и вы на них ссылаетесь, вы уже в науке, вас уже из науки вытолкнуть, вот вы пришли, вот, а я, значит, ваш противник идейный, и я хочу вас задушить. Я не могу вас задушить, потому что вы уже все, вы уже вышли в открытый космос, уже у вас там опубликовано это все. Поэтому вот с публикациями не надо бы задерживаться, и постараться в них, постараться их сделать и побольше. Я не хочу, например, себя в пример вам ставить, потому что у меня по-кандидатской было всего две публикации. Одна полная статья, а другая коротконачивая сообщение. Но тогда и требования были другие. Это не, ну, как бы не считалось там, не обязательно. Вот, поэтому сейчас ужесточили требования, ну и раньше я, например, делал, могу и вам это посоветовать. Берешь все параграфы своей диссертации, каждый параграф, а вы же новые пишите, новые, да? А если не новые там в первой главе, то все равно там и анализ литературы, тоже это полезная такая вещь. Каждый параграф превращал в статью и распихивал по разным местам. Раньше такого не было, чтобы за деньги. Ну, можно было туда послать, туда послать, и отсюда начинаешь собирать. Эти не берут, не берут, не берут. А что-то пройдет. Вот если вы послали 20 штук, сколько у вас, 20 параграфов, ну или вот как минимум 5 параграфов, 5 статей. 5 статей, где послали и собрали урожай. А может быть у вас статьи на тему этого параграфа и не одна. Ну, вот это надо делать, если вы это хотите сделать, имея в виду, что мы даже понятия о развитии и борьбе противоположности применяем их в защите кандидатской диссертации. Ну, я думаю, на этом мы сегодня закончим. Продолжение следует...